С воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим в грабе живого дарова. Христос, воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим в грабе живого дарова. Христос, воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, И сущим на грабеже Его даровал. И сущим на грабеже. И сущим на грабеже Его даровал. Дария свидетельствует, что Он священник вовек. Некоторые, впрочем, думают, что Он подтверждает не это, а то, что Он священник не по закону заповеди плотской. Ибо если бы говорить, что Он был священником по закону, то необходимо было бы утверждать, что Он по чину Аарула. Теперь же, как написано, по чину Мелхаседекову, то очевидно, что не по закону, но по какому-нибудь иному божественному способу. Для восстановления, как бы, тут начинается со слова Ибо, вот впереди сейчас прочитаю еще 15-16 стих, чтобы вспомнили, о чем речь. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхаседека восстает в большой буквы священник иной, который не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непристающей. И вот это слово непристающее, что Христос наш, первосвященник, вечен, царство его не будет конца, дальше он эту мысль развивает, вот этим 17 стихом, потому что Ибо засвидетельствовано. Ты, священник, вовек по чину Мелхаседека. Вопрос, кем засвидетельствовано, когда засвидетельствовано и про каких обстоятельствах засвидетельствовано. Кто помнит? Ты про Абрама? Ну, вот здесь написано, Ибо засвидетельствовано. Ты, священник, вовек по чину Мелхаседека. Кто, чьи это слова, тут оно без кавычек написано. Ну, понятно, что вот после двоеточие, то... Про Апсалму говоришь, Давидов. Да я почему не говорю, я просто вопросы задаю. У нас же принято прочитать, потом задавать вопросы. Ибо засвидетельствовав, ты, священник, вовек по чину Мелхаседека. Я спрашиваю, кем засвидетельствовало оно? Кем, кто засвидетельствовало? Галерка, спаси. Галерка, кто сказал, ты вовек по чину Мелхаседека? Вовек священник. Проходили. Ну, это когда... Тихо. Авраам с Лотом разделились, с своим племянником. И разошлись потом на город, где жил, напали четыре царя. И захватили вот его семью, Авраам. Пошел, освободил его. И ему навстречу вышел Мелхаседек. Это про это? Ну да, про это. Но вот эти слова откуда взялись? Не хватает Анастасии, которая релифка там была. Вот девка. Нет, засвидетельствовало. Я скажу еще, это у Феодорита песню и приводит по разу. Трудный вопрос такой был там, в сети беседы где. А в этом Содоржестве так. И опять что-то. Она как сыпанула из разных святых отоп и каноны. Никак я не могу ее привести в потерянку. Денег или нету. Университете учиться была у мессианских евреев. И приняла крещение ей насти дали. Это наша работа там, в интернете. Вот если бы интернетные, которые люди приходят, нам бы надо уже несколько домов таких строить. А у нас тут осталось, вот все. Вся надежа на этих художников. Ну да. А как говорит Игнатий Пренщининов? Говорит, оставят они актеры. Но актеры ничего не сделают. Актер может брать с того, что есть. А ничего нет. А к чему он подражать-то будет? Вот как правильно? Исследовать или исследовать? Исследовать. Исследовать. О! Или какой буквы писать? Исследовать. А? Исследовать. Исследовать. Или И. О! Исследовать. 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 Стойscでしょう. Исследовать. Это ж серьезно. Выпишу OntoVIT. Ну, молодец Иисrijит. Исследовать. Ясно, что негасераха. Исследовать. Давид говорит. Да. Вот эти слова. Ты священник, и во век попочинал Малхарсадек. Это из псалмов? Да. Ну, конечно. Никто не все псалмы были. Он про Прос arinin. Не обдох святой Тutsи are not certain. Нам сложно это Он много чего взял Что сказал? Только один догадался Ты сказал Главное, он вспомнил Милхиседека, вот в чем дело А почему вспомнил? Потому что написано, и вышел царь Салимский Милхиседек Который был священник Бога Всевышнего И все, больше-то ничего не написано Но откуда он взялся-то? Авраам-то еще только-только Как говорится, зарождался верой Его семья И ее не было таковой Ну а куда он свалился-то? А Иов, да Авраам уже Так, слушай, надо держать, уронишь Обязательно сделаешь, уронишь и разобьешь Ему цены нет До Авраама, не просто до Авраама До Моисея еще считается Подсой руку Игнать Иванович, вспомнили Иова Он вообще считается времен Моисея А то может даже раньше жил А уже какой верующий был? Выстинного Бога Сатаной самим Как говорится, схлестнулся в битве А я хотел сказать А они сами-то понимали, что это пророчество Нет, конечно Каяф брякнул, говорит, что один из всех умер А будущий сказал, говорит, будущий Каяк Каяф это гонитель Христа Однадцать пять отдал А слова получили с пророчествами Лучше пускай один будет А Балак был пророк или не пророк? Конечно пророк А еще за что его убили? Ну да Благословил Да, с ребролюбия, жаль Хороший был пророк Хороший пацан Мощный Мощный был пророк Ничего прям При нем сколько денег давали Он благословлял народ Благословлял Но не сдержался Так это, Саша Дмухов Он вас-то за это и цепляет Что Валаам плохой был пророк Неправильный какой-то Такой скудоумный А Рождественная Зелеза Кто предсказал? Так он и предсказал Единственное Ни один пророк не предсказал Он предсказал То есть у них нет разделения Так Плохой, значит, шабаш ему Так плохое Сколько Сейчас Почему Сталин-то вспоминает везде При нем не было Ни в Чечне Я почему Но и в Чечне не было Он ее всю разборцал И татар Так же Вот и не было ничего И летосцев И эстонцев И латышей Туда же Отправил А теперь конечно До конца проговаривал Сталин никаких репрессий Не делал А почему? Ну я видел такая Как бы картина Американцы сидят в Корее Это генералы От мирного населения Жалоб не поступало И горой лежат трупы Не поступало? Да, это так Кто пришел Всех расстреляли А жалоб не поступало Надо же смотреть Пошел Солженицын об этом В самом начале пишет Архибелага Гуглак Евреям 7 глава 18-19 стихи Отменение же Прежде бывшей Заповеди Бывает по причине Ее немощи И бесполезности Ибо закон Ничего не Завел до совершенства Но вводится Лучшая надежда Посредством которой Мы приближаемся К Богу Толкованием Сказал что Закону Применение бывает И показал это Далее Отыскивает И причину Ибо мы Люди Когда успокаиваемся Когда узнаем Причину И говорит Потому произошло Отменение И отвержение Прежде бывшей Заповеди То есть Прежде бывшего Завета Что он Найден был Неполезным И немощным И так Что же Закон Никому не принес Пользы Конечно Принес Но он Оказался Бесполезным Для того Чтобы сделать Людей Совершенными Ибо Присоединяет Ибо Закон Ничего Не довел До совершенства Почему же Закон Пришла Посидела И ушла Не придется Тебе Корми народ Это не собак Корми Пророком Царем Убирайте Говорите Чисто Видно было Что Мы охарактеризовали И на кого другого Не подумаешь Ну может Десять слов Сказать Не больше Часа Царь Пророк Что Там Ну она Говорит Он Царь Пророк Два Старей Было Много Пророков Было Много Но Надо Какое-то Качество Одно Выделить По нему Сразу Понятно Вот Учатся В семинариях Здесь Ну у нас Было Здесь Четыре Священника Одно Время Было Три Из них Михаила Два Старых Одного Молодого Приснали Батюшка Михаил Сказал А какой Старый Старый А какой Один Шевлер А другой Лысый Да Надо Все Это Уточня Где-то Как А батюшка Учился В семинарии Там Зачно Если Скажет У них Фамилия Ничего Все знают Салтая Лапкин То другое Фамилия Имя Одно Имя Вот Так У Давида Что-то Где-то Было Одно Такое Одно Которое Ни у кого Больше Не было Только У него Псалмопевец Истинно Так Потому Что Пророков Было Много Других Много Но Теперь Я спрошу Вы Верите Нет Что Михаил Сергеевич Горбачев Был Помазанник Божий Назначен Христос С маленькой Буквы Христос Вас за это Было Распяли Если бы Вы сказали Где-то Ну да Это пророчество Идите Скажите Это Мой Помазанник Про кого-то Говорится А он Языческий Царь Да еще Крутой Был Сейчас Как они Там Беснуются Все Как так Распал Сейчас Только Опомнились Массово Везде Истерия Идет У них Как так Распался Такое Государство Как оно Распалось Американцы Виноваты Нет Англичане Кого только Не приписывают Уже Сами Только себя Не могут Найти Генерал Армии Вареников Говорил Не считая Предательства Иуда За 2000 Лет Больше Предательства Не было Чем Делал Горбачев 18 Миллионов Караулили Партию Коммунистов Всех Обманул И последнего По спине Похлопал И ват Столкнул Но теперь я хочу сказать Что он помазанник Люди в это не верят А вот Какое у него Определенное качество Сказать И сразу понятно Что было Что это именно он О нем Речь Когда генеральный секретарь Так и Леонид Ильич Был генеральный секретарь Но Пятно было Метка 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 Меченый Да Действительно Так А еще Что чем Меченый Меченый родился Кто виноват Речью своей Гласно Речью своей Гласно Речью были у всех У Керенского Были у Фиделя Кастро Вот Вот По одному слову Сказать и понятно Руководитель Сказать Который Перестройка Социализм С человеческим лицом Он сказал Это то же самое Вот перестроить Перестройка Перестройка А перестройка Это означает До этого строили неправильно Надо ломать Теперь я Третий вопрос задаю И вас кто-то Спрашивает про меня Вы лапкино знаете Сказали Да знаю Ну коротко скажите Кто он Чем вы назовете Какое качество у меня Миссионер Миссионер Миссионеров много было Проповедник Проповедник Ну это для меня Как говорит Проповедник А я думал Проходимец Я прошел Хорошо Единственный Кого мы знаем Кто сидел Прям за Библию В тюрьме При советской власти Евангелист Евангелист Не можешь сказать Магнитофонизация Это очень близко Больше магнитофонизация Магнитофонизация Вся Сибирь и Россия Никто больше не делал Если кто Люди маленько разбираются Они сразу На меня ткнут пальцем На зовут Вот я еду Дорога СМС Мне сбрасывает Очень такой Ну близкий нам Протеерей Говорит Вот я считаю Павел говорит Тебя больше всех пострадал Больше всех в нужде Больше всех гоним И говорит Я когда бы не считал У меня мозги сразу Поворачивают на вас Я никому не могу Эти слова приписать Но что-то есть вот такое Знаете Карамзин Когда написал Четыре тома Историю Российского государства Ну и подарил Царь Александр Он говорит Четыре тома Мне считать некогда Ты кратко скажи О чем там написано Он поставил Воруют Больше ничего не сказал Один стол Сам окрасно Воруют Говорите Ну конечно Благовестник Да было это уже все Благовестник А благовестия в тюрьме Кто благовестовал Так в тюрьме Чтобы вот У Бабкистов благовестников больше Одно слово Так что Узник Я уже говорил Все осталось последнее Только книги Больше нет ничего Тут берут интервью У одного журналиста А он спрашивает А вы как о лапке не думаете А он ответил Теперь это то что он ответил Это надо теперь В одно слово взять Он говорит Да Этот человек боролся с режимом И режим рухнул Я первый в Советском Союзе Опубликовал архипелаг Булак И говорят Что сокрушила Советский Союз Это гласность Гласность перестройка И архипелаг Булак Больше ничего не было Это Горбачев И Солженицын У Солженицына Определенный архипелаг Гулак Впервые в мире Когда весь мир содрогнулся Когда они прочитали Опубликовали Здесь в стране Я первый был Первый который полностью Наполнил буквально страну И так в интернете Сейчас стоит И все еще Растаскивается А журналист говорит Вот благодаря ему На меня Подмывались Устои Тоталитарного режима Я прочитал Когда Думаю Вот это да Сам даже не знал Про себя так не сказал А почему Архипелаг Гулак Я-то никакого отношения не имею Это не очень непросто Вот если вы скажете А кто из священников 21 тысяча Разрушенных поселений И он ее начал восстанавливать И у него получилось там И не ищет где паства А прямо я там на месте и создал О ком подумают? О батюшке О батюшке То есть Надо увидеть главное Остальное Как бы оттуда проистекающее Вот этого бы ничего не было Если бы не было перестройки Нас бы не собрать Не запустить Вот это место Я бы сидел По сегодняшний день еще А мне-то это дали За то что я сидел Приехал мэр города Баварин Владимир Николаевич Приехал Валабуев Вот эти снимки Это его снимки Тут собрали весь свет И главное По имуществу города Здесь был Вон там стоит Тоже на фотографии Это Леонид Зватилов Вот Значит Сокрушение режима Это было главное Для них Я этим не занимался Но так получалось Получалось Что все мои Проповеди Все столкнули Политическую статью 193 Распространение Заведомо ложных Измышлений Порочащих Общественно Государственные Строй стороны Вот так Статья звучит А как Я говорю Я на суде говорю Ну как ко мне Относят Что я ложный Ну ложно Я говорю А Бог то есть Бога нет Вот видите как И вы думаете Я ложь говорю Ложная статья готова Я верю что Бог есть А вы говорите Для вас я лживая Слова говорю Конечно Ну вот И статья уже готова Еще больше Вот так Воруют Я слышал такое Когда Петр Узнал что Где воруют Ведомство И он говорит Пиши Меня особенно Говорит трогать Что в морфлоте С таким трудом Добытое все было Только стали строить Российский морфлот И в это время воруют Если Сворованное Будет на стоимость Веревки Я его повешаю А тот не пишет Потому что Что не пишешь то Который у него там Писарь Это главный Министр печати Он говорит Если я это Напишу и выполню То ты не император А почему Да у нас только двое Останется в стране Всех остальных Надо вешать Везде взятка Везде коррупция И все Иначе ты не будешь Царем Ну ладно Тогда не надо Нехай воруют Давай Отец Сергий Считайте дальше Евреям 7 глава Раз 18 по 19 стихи Продолжение Толкования Итак Что же Закон Никому не принес пользы Конечно Принес пользу Но он оказался Бесполезным Для того Чтобы сделать людей Совершенными Ибо Присоединяет Ибо закон Ничего не довел До совершенства Почему же Закон Был немощным Потому что В нем Возвещались Одни только письмена Делай то Не делая этого Но он Не сообщил Никакой силы К исполнению Заповедей Что ныне Подается нам Духом Однако Здесь Нападают Еретики Поносящие Закон Говоря Даже и Павел Унижает Закон Но Он Безумный Не называл Его плохим А Бесполезным И немощным К тому Именно Чтобы Делать Совершенными Ибо Как молоко Полезно Младенцам Соответственно Их возрасту Для совершенных Жи Бесполезно Так и Закон Для Несовершенных Иудеев Полезен Отвлекая Их от Идолов И приводя К Богу Сообщая Им Соответственные Заповеди Для нуждающихся Жи В более Совершенных Заповедях Он Не был Таким Ибо Он Заповедал Плотские И жертвы И очищения В которых Духовные Не нуждаются Поэтому Ныне Он был Отменен Отменение Жи есть Отменение Того Что имело Силу Таким Образом Закон Имел Власть Тогда Когда Было Его Время Отмена Говорит Заповедь Закона Приведено Жи Упование Какого Не было У Иудеев Ибо Ибо И те Внутреннейшая за завесу. Евреям 6.19. Теперь же, цитирую, посредством которой мы приближаемся, говорит, к Богу. Ибо упование приводит нас к самому престолу Божию и поставляет вместе с херувимами. Вопрос. Понятно? Закон он неплох. Но если 5-летний ребенок будет в груди матери прислониваться, то это уже время прошло. Пока он был младенец, тогда да, пока... Сейчас для совершенных закон он бесполезен. Не нужно животных в жертву приносить. Уже не относительно всего закона, а только частей каких-то действительно. Обрезание там, все. А он сказал, не нарушить пришел, а исполнить, да? Да. И новую заповедь там усилить еще. Поэтому я общался, что вот сейчас любвистые десятники, на его пятьдесятники. Вот они вот эту вот ересь посхотили, что вот закон теперь отменен, папы не нужны, все закон, ничего. Я говорю, так что теперь, 9-10 заповедей не надо соблюдать? Не надо. Две. Люби Бога, люби ближнего, все, теперь ничего. А вот в этих десяти-то оно все есть. А ты скажи теперь, для чего апостол Павел так подробно входит в то, что вообще неизвестно? Амельсиседыки. Какой, конечно, результат? Для чего он так настаивает на этом? Что, больше не о чем говорить? Амельсиседыки вообще ничего неизвестно? И он, Павел, расширяет и расширяет. С какой целью? Конечно, результат какой. Ну, человек верит, земля плоская. Но с какой целью-то? Что? С миром. Ну, видели, если Пирин, Хаттабыч сидит там, подсказывает, а земля круглая не может быть. А этот Волька-то стоит, а тут преподаватель говорит, земля не может быть круглой. А он говорит, говорит дальше-то, дальше, что если бы земля была круглая, вода бы вся утекла, и люди бы умерли от жажды. Вода бы вся утекла, умерли от жажды. Потом, вот так сразу видно, когда она чар это снимает с него, они так и учителя-то сидят, и че с ним? Пацан учился хорошо. А он говорит, а там на севере живут люди пляшивые, весь зал как ха-ха-ха. А он сидит в портрет, залез, а его и не видно, он вместо Ленина-Сталина сидит Хаттабыч и наворачивает. Люди не просто сами думают, им кто-то подсказывает, на какой портрет смотреть. О, сколько вопросов. Какой цель он это? Что он имел в виду? Тут Хаттабыч не поможет. Что Павел выводил в конце концов? Для чего это надо было? Допустим, эта глава была бы выброшена, что потеряли мы? Предыдущая, четвертая, шестая, более значимая. Здесь евреям доказывает истинность Христа. А на чем он мог доказать? Вот сравнивает с этим Мелхиседеком, о котором написано в Писании. Показывает, что он именно тот пророк, который сам Сын Божий, которого ждали. Это нет. Да, так еще что-то может там есть. Копните. Ну, он убедил их в этом. Ну, а дальше-то что? Надо конечную цель понимать. Я всегда говорю, окончание точно знать. Окончание-то какое, Павел хочет сказать. А к началу-то мы подойдем. Вот что бы ни возник, все имеет начало и конец. Только Бог безначально и бесконечен. К перемене священства он клонит. К перемене священства он. Без всякого прикословия меньше благословляется большим. Седьмая глава, седьмой стих. А вот теперь, говорит, нигде не сказано в новом завете о священстве. Вот это место как раз и говорит. Доказать, что он первосвященник, потому что тот первый священник. Больше другого-то не было. А как известно, да не было нигде больше. И священник Бога Всевышнего. Как это может быть? Тут никакие вопросы, никакие ответы. В другую сторону нельзя повести. Это речь идет о Христе. А что доказано? Значит, он рукополагает, и это действительно. Вот это, если до конца разговаривать, то все юридики, сектанты, они здесь сразу поплывут. А где у вас продолжение этого? Нет у вас, где апостола, апостола рукоположили. И эта власть передавалась через апостольство. И делали записи. А где записи не найдено, униеми. Говорят, они были исключены из священства. У вас записи-то нет, чтобы апптист был хотя бы один от апостола. А как он мог быть от апостола, когда у вас нет ни одного, ни в втором, ни в третьем, ни в пятом, ни в десятом веке. Ни в одном. В 17 веке только первый баптист. А где 16 столетий? То есть, если так, они нормально говорили, можно говорить. А теперь относительно заповеди. Заповеди отменил, но нигде не отменил. Он сказал, заповедь вечная. Как это отменил? Он о себе, говорит, пришел не нарушить, а исполнить. Как раз и утверждается, что не нарушить пришел. А исполнить и дать пример. С этими словами адвентисты седьмого дня никак не согласны. А баптисты, да, отменил. Ты сказал, ты это сказал для баптистов. А адвентисты нет, они за закон. А я когда сказал, а вы как считаете, закон вечный, там написано. Ну да, вот видите, православный признает. Ну как я признаю? Вы субботу признаете? Я говорю, да, но только в Новом Завете видит. А как это? Суббота указывала на воскресенье. И тут уж я доказываю все. Все вместе поплыли без парусов. Доказать надо, что в Ветхом Завете все десять заповедей, а они не отменены, а они трансформировались, так грубо говоря, скажем, в Новозаветнее. Ну а как ты можешь? Ну ладно, понятно, там как-то. Не прелюбодейся, а в Новом Завете не пожелай. Ну даже, вот. Там написано не убей, а в Новом Завете написано не гневайся. Гневайся, если есть напрасно, напрасно. Есть человек-убийца. Ну а как отца и мать вас убей? В Новом Завете тоже? Тоже. А как вы его возвысили? Заповедь возвышена. Я не знаю как, но я только знаю на практике. А как? Скажите, у вас отец был? Ну ясно, я же не мельчайся дек. Ладно. Отец где умер? Ну и как? Ну ничего. Мы иногда поминаем как. Ну знакомые приходят, мы о нем разговариваем, что отец был, он хороший мастер был. А больше так как? Вот они идут к Богу. На 12 главу, сейчас будем читать, посланники Евреемка. Мы приступили к духам праведников, достигших совершенства. Как приступили? Опередине приступили, говорит, ко Христу, к сонным ангелам. Как? У нас выхода никакого нет? Приступа мы не можем еще взять. Вот как молитва? Я к Господу приступаю. Я приступил, не отойду, Господи, пока не ответишь. Я приступил, я долблю и долблю в одно место. Господи, открой врата небесной очевидны. Прими его. Вот сейчас умерли, нам позвонили, два человека умерло. И я уже на вахте стою. Верующие, да? Как за верующих? Да, конечно, верующие. Вот какое дело-то. И заповедь, где отца и мать там, где, почитай отца и мать-то, она исполняется в воле возвышенном, в загробном мире. Речь идет уже о душе. Но там такие есть заповеди, там, не сотвори кумира, а вас с иконами везде. Это у нас не кумиры, а это иконы. Образы Божьи. А почему? По образу небесного. Они на небе, по образу небесному теперь их и образ имеем. Если ты писание знаешь, с ними легко разговаривать, так как они любят Слово Божие. А со старобрядцами беседовать невозможно. Он не верит. А, это Библия-то. Так, пошли. Может быть, чтобы они так говорили. Евреям 7.20 И как сие было не без клятвы. Толкование. Вот и другое отличие нового священника от древних и одного завета от другого. Ибо священство Христово было обетовано не просто, но с клятвой, чтобы Слову Божию верили вполне. Как и выше, для большей убедительности сказал, что Бог клялся Аврааму. Евреям 6.13 Евреям 7.21 Ибо те были священниками без клятвы, а сей, с большой буквы, склятвую, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Милхаседека. Толкование. Ибо, говорит, священники закона поставляются без клятвы. И ни об одном из них Бог не клялся, говоря, ты будешь священник по закону. Христос же с клятвой, данной через Бога, говорящего к нему, ты священник по некоему новому образу, не по Аарону, но по Милхаседеку. Представляю, я в то время, когда Павел писал, или я еврей, или я еврей, так поверил, не поверил бы. Доказательство очень-очень туманное. Просто не поверил бы, сказал, сегодня я поверить не могу. Дальше стал бы что-то еще считать и, может, поверил. А теперь это в каноне взято. И я православный, у меня мыслей нет никаких, только так. Я полностью отказался от своего разума. Святые столковали, мне надо брать и не умничать. Надо так поверить, чтобы с кем ты будешь говорить о Милхаседеке, чтобы было впечатление, что ты сегодня у меня на приеме был. Один стал расписывать ад. Какой огонь один. Как будто сегодня утром он оттуда вернулся. Так точно температуру все называет. Евреям 7.12 То лучшего завета поручителем сделался Иисус. То есть поскольку клялся, что он всегда будет священником. Ибо не клялся бы, если бы не был выше. Отсюда и новый завет выше ветхого. Евреям 7 глава 23-24 стихи. Притом, тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, с большой буквы, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Толкование. И здесь показывает преимущество, которое Христос имеет сравнительно с первосвященниками по закону. И говорит, что там много священников, потому что они смертны. Здесь же один, потому что он бессмертен. Итак, имеет священство неприходящее. То есть, неразделяемое ни с кем и непередаваемое. Видишь ли, насколько оно выше? Насколько бессмертное выше смертного? Все понятно? Хорошо. У меня охота разговор один провести с одним человеком. Так, чтобы хорошо было понятно. Ты можешь туда пересесть? Нет, не тебе. На короткое время, подойди сюда. Я давно-давно собирался, а уже время меня поджимает. Для памяти. Какие у нас с тобой отношения сегодня? Нормальные. Нормальные. У тебя какие-то ко мне претензии есть? Нет. Нет. А ты знаешь, что мне плохо без тебя? Догадываюсь. Знаешь? А почему это получилось-то? Я тебя отторкал или что? Нет. Нет. А вот это чьи ключи? Это мои. Твои? Видишь, что? Твои ключи почему у меня в кармане? Потому что провинился. Понятно, что. Мне нужна помощь ваша, чтобы он вернулся вот с утра на то состояние, какое было в наши первые дни, когда не стала Надежа Павловна. Торбеева ее была фамилия девичья. А тут какая у нее фамилия-то была? Егоренко. А? Егоренко. Да. Ты был на ее место. Ты комендант, пересмотритель, и все во твоих руках было. А сейчас я все это веду один. Вот он открывает. Он приходит, ему сюда не зайти. И причитывал меня. Володя нету, надо топить, когда холодно было. Ты ощущаешь, нет, что мне плохо без тебя? Да. А ты хотел, чтобы вернулось все на прежнее? Да. А чтобы это было по-прежнему, еще нужно сделать? Дать мне уверенность, что ты другой. Не тот, от которого ключи ко мне попали в карман. Да как я докажу? Я только делом могу доказать. Дело в том, что не первый раз я возвращаюсь к ключи. В общем, дело-то у меня... Раз до два, если меня обманули, а еще третий раз. Ясное дело, что я дурак. Что ж, когда меня обманывают? Я такая. Под определенным условием я тебя отдаю. Ты хочешь, сказал, все правильно, ответил. Чтобы ты меня дождался на четыре месяца. Сюда не заходить зря. Только когда кто-то приезжает. Низачем не заходить. Если какая-то нужда, как-то на меня выйти или как. Потому что приехал Игорь Валентинович Глушков. И тебя видел, кажется, невменяемым. И ты заходил сюда. Ну, представь. Это открыто, а настишь все. Я до того боялся. Вот. Вы поняли, о чем я говорю? Да. Хотите помочь? Конечно. Утром, вечером, ночью, когда молитесь, одно и то же. Простите, чтобы вернуть мне его человека. Сатана похитил его. Как сформулировать правильно? Он вышиб его из колеи просто. От меня отбросил. И пришлось мне все везде делать. Я сейчас и на губях лажу, и везде еще надо делать. Он наружу я там. Вот. Уборка занимается где-то. Мне тяжело без тебя. Тяжело буквально. Я отступаю от этого. Что тут с мусором, которое было здесь. Я увозил там, то вырывал. Здесь мы. Тебя не было здесь. Потом пришел. Убирать. А до этого я нужды никакой не знал. Я занимаюсь тем, чем вы ни один не будете заниматься. Понимаешь, это мое. Когда я попал в больницу, в Краевую. А люди-то не знали. Пришли на занятия. А за капиталом стоит Игорь Третьяков. Тоже Игорь Владимирович. А они видят, нет, вот. А другие пришли, даже и не знали. Это вы про него рассказывали. Да нет, его нету. И теперь они звонят. Следующее занятие кто будет везти? Почему? То есть идти или не идти. Вот у нас ребятишки бывали в лагере. Ленивые некоторые. Ничего не хочет делать. Ну, ко мне попал, он будет делать. Я его заставлю-то. Ну, вот идти как вечером. В храм вечером особенно. Так, а батюшка будет? То есть, если батюшка будет, служба будет. Дольше. И он согласен теперь пилить, таскать, воду поливать. Все будет делать, пока мы вернемся. Самый ленивый. То есть, вот это, ему кажется, да это действительно так. Не понимает. Они выбор сами делают. А я могу не пойти работать. Я могу работать. А до этого не мог работать. Ну, докажу, на службу не идти. А когда батюшки нет, то меньше не спрашивает никто. По-большому-то выходит, что нам батюшка не нужен. Не только не нужен. А чем быстрее, тем лучше, чтобы его не было. Но мы не можем по Ваньке-Веньке решать. Без батюшки нас бы и не было здесь. А некоторые, наоборот, только на батюшку ходят. Ну, я знаю, которые взрослые. И когда собраний нет, то на службу приходят. У меня не раз на собраниях вообще нет. Не говорят, чтобы вот так вот сидеть, как Сергей Павлович. Нет. Это очень плохо. Хуже некуда. То есть, община не нужна. Они сразу рассыпятся. В любой день уйдут. Ведь мы находимся все вместе здесь, будучи членами общины. У нас все общее. И смотри, сколько у нас интересов разных, где бы было. Вот наша миссия без вас никак не состоялась. Мы только приезжали сюда. Польгуева Надежда там что-то наготовила. Приходят, и вы себя раскладываете. Мы эти книги. Ну, надо набрать пачка-то одна. Восемь. Восьмой, девятый, десятый. Нужно по одной. Тридцать восемь. Все, чтобы разные были. И мы этих-то готовим. Не одну, не две, а четыре с половиной тонны. Тонны. И тебе дальше приходит долгуша, идет в Россию, там она не нам только везет. А мы теперь берем ставку-то где? Ростовская область. А другая у нас Калужская область. И он должен поехать туда. А там кто-то должен разгружать, кто-то должен сохранить. Это когда мы газеты вот так раскладывали по столам, что ли? Да. А вот это вот все книги. Здесь мы в ящике две коробки. Это получилось 38 книг наших. И мы раскладывали. Эти коробки на одной цифры один, а на другой два. Первое и второе, это 38. И туда мы забрасывали. Оттуда брали 20-25 комплектов, чтобы за неделю пройти. А на неделе-то только шесть дней. Это, считай, мы должны были посетить минимум 3-4 района или города в течение одного дня. Мы на крыльях летели. В среднем получалось в день у нас 1030 километров. 13 дней и умножаем теперь на 13. Без общины ничего нельзя было сделать. Никак. Это только разговор. Вот я там сделал что-то. Что что-то не делать-то? Я посмотрю сегодня. Со всех сторон поддерживают, молятся, приносят известия. Я сейчас пошел, только новые люди подходят. Зашел тут. А я с Румынии. А там работаю в Голландии. Я узнал у вас, а как книги ваши получить? Книг-то не было бы. Без книг-то у нас вместо другой был бы. И Господь действует так. Моего там ничего нету, считай. А Господь вместе там молится все, поддерживает. Кажется, все, уже дальше некуда. И вдруг раз, разворачивается, помощь приходит. Все это схлынуло. Какая-то шуга отошла от берега. У нас опять пирс свободен. Я вот на все это смотрю, это никак нельзя. Ну вот, перед приездом батюшки, чтобы не слышал, он мне звонит. Я говорю, а я сейчас ходил, крапиву порвал маленько. Крапива такая, маленького роста растет. А он мне, а я сейчас ходил, крапиву набрал. Да со сметаной, да так вкусно. Сметана хорошо, а я нету. Только раз в дверь стучится. Кто? Да Лужко потворяет. Заходит только. В руке в одной у него контейнер сметаны, в другой молока. Мне на стол. И говорит, сколько стоит? Да ладно так. Ну все, ладно. Ну нет, не ладно. Я там куплю. Только поговорили о сметане, сметана на столе стоит. Не будь Игоря, где бы я получил-то? Дальше я узнал все новости, где усилить молитву. А он приехал и сразу уехал. Ну он дал заряд большой. Ну а у вас Володя уехал, и тут вещь какую-то забыли. Я поедаю звонить. Лене Барабаш. Она говорит, Игорь не едет, только через неделю. Надо послать. Ну как? Не знаю. Я стою вот так вот. Ну как послать? И в это время я говорю, кто? Алексей Устинов. Не раньше, не позже. Заходят, помолились. И так, ты возьмешь? Конечно, возьму. Какие-то вещи прислали на них. Все. Еще с молитвы, как говорится, не просох, а уже все. И уже человек у двери стоит. Так, в жизни часто, вот у нас у всех, у всех вот эти чудеса с Богом. Поля, перед Пасхой, я про Псалом, мы что-то Псалом читали. И начали рассуждать, вот Псалом Давида, там о ласточках. И что у нас в деревне есть, нигде больше нет, а у нас есть. Она говорит, я бы так хотела посмотреть. Я говорю, ну летом может поедем и посмотришь. Не успели сказать вечером, я пошла в баню. А Дима остался, с ней смотрит, сроду не смотрел. Тут православные чудеса сел смотреть и ее посадил рядом. И показывают батюшку, и ласточек только вот поговорили. Так это не наш ролик-то, а еще и места России. Да. Так ласточки не просто залетели-то, а эти приехали хористки, они поют, они сидят рядом и щебечут. И ласточки, говорят, когда Христос воскрес, поют, они еще сильнее. Сели рядом прямо и поют. У меня это дома близко. Я в огород выхожу и православные песни пою. И все птицы слетаются у нас, ярга высокая, и начинают свистеть тоже прям. Вот тишина, выйдешь, и воробьи, и синички, еще там свиристелки какие-то, соловьи. И начинают подсвистывать тоже вот. А батюшка в алтаре здесь, тресогуска залетела и села на него. Ой, здорово как. Здорово, а когда мы начинали, дом-то был заброшенный 20 лет, и там бузина растет, и мы бузину вокруг полом сделали досками-то, а на бузине батюшка там свечки прилепляют, ничего не было. Прямо из пола растет, люди-то не видят. А там есть ласт, я поеду, полезу туда, там, полью ее маленько, под полом. Такое удивительное все. А они не знают, говорят, а почему ласточки, да тут икона, то другое. А батюшка говорит, а 83-й псалум 12-й стих там все сказано. Видишь как, когда все вместе-то... Так ты принимаешь при этих условиях? Принимаю. Бери. Я за прошлое тебя благодарю, а за настоящее только молиться могу. Ни одного дня не было у меня, чтобы о тебе не молились мы. Все, кто у нас в доме. Вместе с моим братом. Там Павел есть такой же. И за Андрюшу одновременно. Так что ты должен в этом видеть. У меня еще тайна бывает. Смотри, какие сестры. Ты кому-то не доверяешь, может быть? Нет, я вообще не знаю. И все знают. Это называется нести на раменах, на плечах, как Аарон нес. Два у него на рамника было, сынов Израилевых. Так мы друг друга. Еще не возьму. Все получается. Все. Почему? А везде молятся. Куда бы ни повернулся, молятся. Связь с Богом. Вот коротко назвать. У каждого какое-то особое, выдающееся качество. И при том оно неповторимое. Его нельзя повторить. Нельзя. Нету времени. Уже ушло все. А вот за ним это осталось. Или скажут, кто победитель Голиафа. Всем понятно, о ком речь идет. Победитель Голиафа. А если кто нас знает и скажет, а где сейчас, как собаку звать, которая проехала с миссией от океана до океана и стала чемпионом России. Тут сразу никак, сразу на него. И все закричат, ураган, а другой, ой, я говорил, шторм. Нет, не шторм, ураган. И люди очень много знают. Заходят сейчас, а мы уже несколько лет вас смотрим. Мусульмане. Что интересно, от мусульман ни одного ругательства нет. Иногда весь ролик, одни мусульмане заходят. Как ходят у вас женщины? Как они себя соблюдают? Русские-то как же не видят-то? Я уже думал, никогда не увижу таких. Но сидят, как наши сестры. Внешним видом, молчком вы свидетельствуете. Абдурахман-то больше не придет? Не знаю. Не знаю. Потому что у меня такое подозрение, что на него сильно напали. Он не звонит ничего? Не звонит. А мне зачем? Мне нельзя. Я буду насильно-то зачем? Но он знает все. Эта встреча состоялась. А теперь мы молимся за него. Вы ему еще разрешили? Три раза же можно у нас посетить. Вы ему предлагали еще два раза сходить? Он один раз был. А можно три первых раза сходить? Посмотреть. У нас правила такие. Кому сказать? Ну, да. Вы ему еще предлагали приходить? Никак. И предлагал, и не выходил. Я не люблю это. Человек нет. Он все видел, все знает. Двери не закрыты. Ему сказали, можешь прийти. А можно. А я теперь что буду? Звать к себе? Нет. Я и спрашиваю. Вы говорили, что можно. Не выходил. Я бы мог скинуть хотя бы материал какой-то. Но я этого не делаю. Потому что он поймет, что его тянут. А те его спрашивают, товарищи, на тебя выходил этот бородой-то? Он скажет, нет. Они маленько успокоятся. А для них, которые нападают, для них ничего нет. Ты вере изменил? У них прямо написано. Пойди и зарежь его. Это он, по-моему, бритый был. Что-то я не обратила внимания. Мусульманина бритый, почему? Мусульманишь с бородой. А он почему без бородой? Да мало ли, что. Кто-то нарушает. У них усов-то нет. Они усы сбривают. Как интересно. Ну, давай, пошли. Молись за него. А сына как звать? Знаешь как? Нур-Султан. Правильно. Спасибо. Еврея 7.25 Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Толкование. Так как, говорит, он бессмертен, то может предстоять за всех и спасти до конца. То есть, может даровать спасение не временное, но полное, разумеется, как здесь, так и в будущей жизни. Ибо первосвященник в Ветхом Завете хотя бы был и славен, приносил жертву Богу, но в то время пока жил, каков, например, Самуил и подобные ему. А после того уже нет, ибо умирал. Здесь же, с большой буквы, первосвященник вечный и всегда живущий. Посему и может всегда спасать приходящих через него, то есть через веру в него. Ибо кто верует в сына, тот без сомнения приступает к отцу. Ибо он путь к отцу, и кто держался этого пути здесь, там получает успокоение. Так, уничиженно сказано это о Христе по плоти. Ибо действительно он первосвященник по плоти, поскольку же он первосвященник, постольку, говорится, ходатайствует. Таким образом воскрешающий мертвых и оживотворяющий, как отец, ходатайствует, когда ему должно спасать. Как ходатайствует тот, во власти которого весь суд, кто посылает ангелов для того, чтобы одних вернуть в печь, а других спасти. Конечно, по человечеству сказал ходатайствует, снисходя к слушателям. Павел говорит, не бойтесь и не говорите. Да, он любит нас и имеет дерзновение пред отцом, но не всегда может совершить о нас первосвященническое дело. Когда я говорю о человечестве его, то я не отделяю его от божественности, ибо у обоих одна ипостасть. Но даю слушателям разуметь должное о том и другом естестве. Кроме того, и то самое, что сын с плотью сидит со отцом, есть ходатайство за нас. Как бы плоть умоляет за нас отца. Конечно, она и была воспринята ради того, именно ради нашего спасения. На занятиях у вас никого нет. А когда мы уже закроем занятия, они же с тобой не переговариваются. А в разных странах ехать. Один в Израиле, другие в Германии. Наши здесь, в Америке там есть, заходят. Интересно, опыт какой они передают. По определенной теме там. О семейных положениях. Как вот одежду стали менять, в какое время. И мусульманки как ведут себя. Не было бы этого. Значит, никто бы не сделал, не свел нас. Я еще хотел вам сказать, кто ушел у нас. Людмила Степановна вышла. Она просто вышла, она сейчас зайдет. Надо, чтобы здесь было какое-то объявление. Людмила Степановна, иди сюда. Ну-ка, давайте. Людмила Степановна. Мощные шалаши какие. По 10 человек вьюм. Слушай внимательно. Вы иногда мне звоните. Звоните на стационар, или звоните на этот. Вот я вот зазвонил. Я сейчас раз, вот смотри как. Я открываю. А написано неизвестно. Специально ставить, чтобы номеров не было. Я держу. Ни сбука. Алло. Еще нету. Закрыли. 2,50 он отдал. Снова дальше начинается. Ну, проходит полминуты, звонят. Я открываю. Вижу то же самое. А бывает номер один. Последние 85, там 93. Я уже знаю какие. А я знаю, что это враги. Они дальше начинают материться. Я не отвечаю. И там другим говорят. Там никого нет. Они знают. Запон поставил. Я так. И когда уже 2-3 раза ест, тогда так вот. Я включаю. И трус закричает. Так. Закрывает, закрывает. Если вы звоните, вы видите, я молчу. Но вы точно знаете, что это я. Я звоню такая-то. Алфимова. У меня такой-то вопрос. Ну, можно это сказать? Вот молчит. Вот ты-то почему молчишь? Когда ты пришла, тебе иногда говорят, ты во мне нуждаешься, не я в тебе. Молчит. Но еще раз молчит, значит, я закрыл. Деньги твои улетели зря. Маленька, пойдя, опять звонит. И опять на топ. Что-то есть? Неразвитая. Толстосума. Тугодума. Ну, могла сообразить. Раз не отмечает. А один... Это вы Лапкин будете? Я молчу. Лапкин это еще не значит. Что он нуждается? Я голос ему не подаю. Он опять. Раз, другое. А время два часа ночи. Три часа ночи. Ну, здесь все не сходится. Это человек, я уже знаю, с Дальнего Востока. Голос такой мужской, грубый и хриплый. Я вижу, что это курящий и наглый очень интонация. Но я ему не отвечаю, только слушаю. Если бы вы были свои, а может кто-то звонил, вы сразу добавьте. Я такая, звонит Политыкина. Я хотела узнать, картошка-то осталась еще или нет. Я говорю, опоздала, где ты была. Сегодня только Щукина отдал все. Игнат Тихонович, вы нас учили еще, поначалу лет 15 назад здесь, как надо говорить. мир вам, Елена Политыкина, Игнат Тихонович, мне то-то, то-то, то-то. Все. Мы так и говорим. Кто-то звонил, потом сказали, а почему вы не отвечали? Я говорю, почему ты не говорил? Ну, ты видишь, звонки прекратились. Это означает, что ее вскрыли. Но теперь ты говоришь, что тоже сопит, молчит. Ну, два сапуна еще получат это. Еще и нет. Вот, неразвитые такие, тупые, как в Сибирске Валенок. Как советский автобус. Ну, позвони и сразу скажи, кто ты такая? Да, сразу скажи, звонит Раиса Николаевна Блиникова, удивившись и Потухова. Слушай, пожалуйста. Смотри, как она, смотри, как она, какая улыбка запечатлеть может. Ну, сидит куда-то невежда. А-то кто говорил невежда обзывал своего мужа? Жили старик со старухой у самого синего моря. Старуха пряла свою пряжу, старик ловил неводом рыбу. Когда он возвращался, она его, невежда, много ли в корыте-корысти? Иди, попроси у нее новое корыто, да визбу. Хочу быть крестьянкой, а потом столбовой дворянкой. Иди невеже, она его невеже звала. И сейчас разбирает один профессор словесности, и говорит, все виноват старик, подкаблучник какая-то. Ну, мы ее сразу этим расколотом, корытом по башке вы, и она думала. Правильно, а то все время старуху обвиняют. Я говорю, а как он допустил тогда такого? У меня всегда мысль. Ты сделал такой ее, ты. Правильно. У настоящего хозяина она будет не так вести себя. Нашел, что она просит, он идет просит, рыбки сказал бы, да что бы она это, поумнела-то умеет. Плохо ему. Отдыхай. Спина болит. Я знаю. Это интересно. Мы там дровокол потеряем, колят, а мы подошли. А Игорь граблями подтаскивает чурку-то, ну и спина. Ну и другие говорят, спина, говорит, у него болит. Спина болит, устала пузо держать. Убери его сначала на Глушкова. То есть люди разные комментарии дают. он не может удержать это живот, говорит, и все. Его надо помощника звать. Вот это надо иметь в виду. А мы сидим за столом и как кажется какое-то было воздвижение или кто, пришли, сестры там принесли рыбу, еще что-то там такое. Мои ролик-то сняли, и я все говорю как есть-то. А эти едят, что они едят-то там? А у нас нанесли пироги отдельно, а батюшка дал мясо, а этот едет большую, кость коровью грызет. Но воздвижение не может быть. Мы посчитали, на столе 15 блюд. У нас этого редко бывает, не бывает даже такое. Но на сегодня пельмени там, пироги, но это все разное. Два-три человека посмотрели, что ты думаешь, уже 150 тысяч зашло. 150 тысяч, и как они нас ругают. Когда не придешь, кем все жрут и жрут, не нажрут так. Ролик один и то же, одно и то же кино. Здесь есть нечего, но я пошел, открыл свой холодильник, там маргарину намазал, на кусочек поел. Не то получилось. Люди-то что? Вот вы сидите там, только идите, сестры просят. Ау, сестры, ну где вы, почему нам ничего не несете? Таких надо сестер заиметь. Игнатика, потому что у нас также в альбомах фотографии всегда на праздниках. И кто-нибудь приходит, гости-то смотрят, что вы говорите все за столом-то всю жизнь, только идите, да идите, все фотографии. Это ладно, ваши, это незнакомые люди. Прямо с такими ругательствами. Ну это каждый день, сейчас уже 153 тысячи человек зашло. Ну представь себе, самый популярный ролик у нас, когда мы выжигали шершней. Шершни не дают работать. Мы подошли, Никита берет бензинчику туда, в дупло, а я заранее зажег на палочке материи, и туда она как пыхнула, ну и мы от них отбились. Как поднялись, вот такие люди леса наши сжигают, а там куда жигать? Зеленое дерево, с двух сторон зелени озеро, на мосту, сказать, стоит на этом, на валу. Роганя. 420 тысяч зашло уже. А ничего нету. Вот правильно, перекрестились, это никогда не помешает. что мы делаем, а все это обсуждают. У нас тут было такое, отец Билл говорит, тапком их, тапком. Ну, ничего нету, Шершни. А Шершни называется Претечи. По Писанию Претечи называется у нас только Ян Креститель и Шершни, больше никто. А почему их так называют? А там объясняют Премудесе Соломона, и перед тем, как войти в Израиль, Господь Претечи, то есть перед собой, послал Шершней, чтобы они эти народы жалили, а люди не могли ничего сделать, они освобождали землю, пятили, здравились, они, Шершни дальше их выгоняли, они пришли, земля пустая, Шершни предтечи являются, а Шершень кусается, ой-ой-ой, мы как-то в Потеряевке были, с ребятишки, там, ну, Шершни летают, мы нашли где, посмотрели, но вверху не увидели, там щель, когда огнем-то зажгли, а дым-то сверху пошел, они оттуда, и как один меня, видать, там, сторож заснул, а тут проснулся, меня увидал, и в ладошку мне чукнул, целую неделю как барабан рука была, уж говорили, надо капустные листья, там, пологорода снес, это сейчас смешно, а тогда-то не смешно, а вот смотри, у нас была одна девушка из деревни, там, на этом, и упала в воду, упала в воду-то, и говорит, домой-то идти, капец мне, а я когда им сказала, там, а бабка говорит, ты где она, такое слово взяла, услышала, она в воду упала, мы ее вытащили, и она говорит, я теперь мокра, домой идти надо, и теперь капец мне, о, хороший рассказ, хороший, особенно, кто слушает, и кто участник этого дела, ему до того интересно, а мы назвать не будем никого, пошли дальше, я тоже иногда это слово говорю, капец, в каком томе про масонство, что там, в каком, в каком томе про масонство, про масонство, 15-е, 15-е, все, спасибо, все, вот представь, 38 книг, и спрашивают, кто, на какой странице, она смехается надо мной, сейчас говорят, а где про отца Геннадия хвастаться, и сейчас выставили отдельное, нет этого, Геннадия, Яковлев, который, который, Кришна, и голову отрезал, и уже ролик поставили, вытащили, люди считают, а потом не могут и где найти, и сразу на меня, а у меня все вот эти книги собраны, как одна страница, том за том, в две страницы, я сейчас только щеклу, Политыкина, сколько раз узнаю, я сейчас вспомнил, они говорят, четыре раза, Да, думаю, больше, наверное, четыре раза, четыре всего? Я к примеру говорю, Андрея Кураева, я заезжил, 120 раз я упоминаю в книгах, ну сейчас дай задание, надо все просчитать, да ты мимо глаз пройдет, не увидишь, ровно 120 раз, и он не обиделся, мне дал такую характеристику на всю Вселенную, знаешь как, нет? Да слава Богу! Ну он там где-то ведет занятия, или что там, люди, видно там где-то, и говорят, а кто самый знаменитый у нас, наш современник, проповедник там, миссионер-то, не знаю, а он тогда называет, это в Барнауле, он знает, это она называет, и называет наши порядки, как если опоздал человек, то уже не зайдет, он не говорит, что семь минут. А он откуда узнал-то? Ну, узнал, он приезжал сюда, вот в этой комнате был, за книгами, и выступил, и говорит, он Игнати свое-то не говорит, он очень начитанный, и берет из книг, а мы это забыли, это наше, это целые пласты, там о мощах и прочее. И почему меня не могут скушать-то? А потому что я указываю местописание, жития святых, и номер, день, когда такой-такой был, и он наказывал Антони, только не вздумайте от меня чего-нибудь брать. Они смотрят по глазам, да, видно, они уже трупоеды, и он тогда ушел, где-то спрятался, как ваххаби где-то, и никто не нашел его. Не нашли, прятались, потому что сделать уже ничего нельзя было. Атоний Великий. А таких сколько было? Ну, представьте себе, Семен Столпник, на столбу стоит, ну, какой, проповедник, что ли? А он кому-то говорил. А как он говорил? Да он молился, стоял на одной ноге, чтоб труднее было, Богу было угонье и так. А потом, значит, заболел, а пришел патриарх, а ему охота, чтобы именно вот это все, он благословлял его. И он пришел и говорит, я тебе хочу руку положить, а тот молчит. Ну, значит, молчание, знак согласия. Так, рукополагаю тебя вне Акона, а тот молится. Я поднимаю руку, касаюсь головы твоей, а рядом нету. Потом, я тебя рукополагаю к пресс-фитеру и руку там поднял, а тот, как стоял, так и стоит. И теперь приходит, Симеон, благослови меня. А он умирал и сдал завещание от моего трупа, чтобы не брали ничего нигде, ни ноготь, ни волос. А патриарх был друг ему и взял немножко ущипнул волосинку оторвать. И вдруг, как гром, и у него рука повисла, у патриарха отсохла. Почему не говорят эти любители мощей-то? И патриарх, дрожащий рукой, другой, наверное, и к бороде волосинку положил и все, рука сразу выздоровела. Чего от народа-то скрывают? Никогда считать не буду. Я беру из житья Дмитрия Ростовского, а Дмитрий Тарасовский не все написал. Какие мы счастливые, что у нас Евангелие есть. А то бы мы тоже какие-нибудь цепи, стекла себе в ботинке и не знали бы, как лучше Богу угодить. Не спать, не есть. А вот в этом пиджаке вашем, который блестит, говорит, от грязи, вы так в городе и ходите? Понимаешь как? Это подражатели, наверное, какие-то. Или заражатели. Они еще не знают, что я в городе, в Барнауле, ходил босиком. В Краевой администрации, в КГБ пришел, в ней нитки нету ничего. И был не один. Еще одного зазомбировал и повел. Главный редактор Алтайского государственного университета газеты за науку Клименко Владимир Федорович. И мы оба босиком и пошли. А он что? Он выжимал из себя болезнь и хорошая болезнь была. А вечером подошли, тут колонка, ноги помыли и пошли домой. По всему городу асфальт горящий, это сильно хорошо. А что? Повлияло? Нет. Я разговариваю, допустим, с этим, с главой администрации, а он даже не глядит, что я босиком. Он не видит. Господь спрятал меня от него. Пошли. Вы не бойтесь быть самими собою. И один раз стоят студенты пуча, мусор там убирается. Я подошел, стал разговаривать и другие подошли. Но я быстренько им визиточки дал и дальше иду. А они между собой начали говорить. А другие, это... А где он? А нигде нет, я один идет. Дохмон, да нет, это нет. А тот забежал, один вперед меня, вот так, в лицо у меня заглядывает, он или не он. То есть, они в лицо-то видели, а остальное на мне не увидели. А когда сзади увидели мою хламиду, да кто это, бомж по городу шляется. А те, то им сказали, он нам вот так и так говорил. Значит, встречают по одежке, а провожают по застежке. А вас наоборот, видать, встретили. Ну вот так. Так что будь самим собой, не лакобенивайся, говорю, сэр. Какой ты есть. Ой, Господи. Что там по времени? Давайте еще почитаем. Евреям 7.26 Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Толкование. Из этих слов ясно, что как выше, так и теперь говорит о плоти. Ибо кто может сказать подобное о Боге, и не постыдится ли, прилагая это к непостижимой природе Божией. Итак, он святой, такой, который не оставляет ничего должного, что подобает ему совершить, и непричастный злу, то есть чужд, коварство и зла. И не было лжи в устах его, порок Исаия 53,9 и 1 Петра 2,22. Непорочный. И это также, кто может назвать похвалой для Бога, ибо он имеет такую природу, что не оскверняется. Ясно, что говорит это о человечестве одного Христа. Первосвященники по закону говорят, хотя бы и были во всем прочем святыми, однако, как люди не чужды порокам и не вполне отделены от грешников, ибо как иначе, если и сами они причастны к прегрешениям. И кроме того, никто из них не был на небе. Наш первосвященник вместе с тем, что он преисполнен всякой добродетели и отделен от грешников, еще и превознесен выше небес воссев на самом престоле Отца. Выражение превознесенной, как очевидно, употреблено о нем по плоти, ибо как Бог Слова он всегда был выше небес. Мы тебе говорили, ребятишек они приготовят второго, то сразу выезжают, пускают, и на праздники побудут. На неделю раньше для нас ничего не стоит. Так это со мной вместе пойдут и сама готова дело. Мне сейчас продукты надо достать, приезжайте второго. Вот, договорился сегодня, будет автобус маленький такой. И уже второго будете там. А Троица когда у нас? А воскресенье на День деревни. День деревни только один раз. Десяти лет, год в год, ровно двести потеряете. Ты в огороде у меня садить не будешь ночи? Не знаю. помолитесь, чтобы здоровье было. Не одно слово и сколько уже нужно. И приятно, что ее считают полноценной. Я ее сегодня увидела такая радость, но ее сколько не видела. еще и на занятии осталась. Она насадилась над сестрой. Та лежала, та все время ходила за ней. Ну и все, давай. Так а мы еще не поговорили с Василием Николаевичем. Так как он был? Ну да. Поговори. Пусть отчитается. Как он потерять китогон? Нормально говорит. Нет, пусть сам вам рассказывает. Когда вы приехали туда, где остановились? В каком доме? Ну, напротив, скорей, небольшой. Володя. Большой дом. Большой, это Володя. А там, почему не скворечники-то? Ключи не могли найти? Ну. Ключи не могли найти. И сказал, где они, ну, поленились. А потом наши. Зашли на веранду, а дальше никак. Ну и, когда начали в этот день работать? Как приехали? Залезно, но на другой день. В этот день, как приехали, вы не работали? За ключи искали. А тебе что искать? Где? Ты не знал, тебе искать не надо. Рядом трава сухая, ты бы ломал, да скорее собирал. А ты-то стоял рядом и ротозреничал. И в этот день ничего не делали. И на тихо ночей не было на вас. Да, абсолютно точно. А на следующий день где пошел работать? Куда? Так а мы поздно приехали. На следующий день? Игорь кругом колесил, под ветер, уже вечером приехали. А почему? Ну он колесил по знакомым там. А-а-а. А кошки как-то так и были? Ну. Не вылезли? Нет. Голуби довезли? Ну, молодцы. Так, ну и когда, на следующий день утром чем занялись? Ну, травой. А как ты траву сшибали? Как ломали или косили лопатой? Лопатой. Лопатой. Потащили ее, да? Да нет. И сколько дней ты работал? Ну, как сколько дней каждый день? Как Бог отвел. Я говорю, сколько, он говорит, каждый день. когда дождя не было. Я спрашиваю, сколько дней работали? Ты все еще не то рядом тонешь. Ну, неделю, как договаривались. Работали сколько? А не то, что был там ты. Субботу же. Неделю ты был просто там. Но тут были дождливые дни не работали. Рабочих дней сколько у вас было целиком, с утра до вечера? Да я ничего не читал. Пять ответов дал, наверное. Он не посчитывал. Нету этого. Давай начнем обратно. Руководящие. Сколько было больше ясных дней или дождливых? Каких больше было? Дежа. Не знаешь, да? Так, а там дождик-то небольшой был совсем. Вам не было, нужны прятаться-то. Может, они не прятались? Я больше ничего не скажу. Я надеялся. А на пруды-то ходил, смотрел на людей? Так мы там кольвер наколотили. Воду опять с Рыжковского пустили. И батюшке говорю, а мне о кому? Ну, вода утекает. Как это некогда? Нет, некогда. В прошлом году приехал, вода остатки утекает. До обеда мы все сделали. Плобу такую поставили, а дальше уже начали. И все, перекрыли не оттуда, где вода течет, а где она вытекает, надо брать. С той стороны. Здесь выходит, а здесь, а здесь сразу как туда рухнули. Она в скольных поднялась выше уровень-то, выше воды. А вода, ну куда вода потечет-то? Она, сообщающихся сосудов нету. А дальше уже люди пришли. Остановить, чтобы вода пребывала. Батюшка говорит, вода пошла опять. Ну задержите. Некогда. Я говорю, столько денег я туда вломил, столько работали. А почему? На воду стала под короб идти. А что теперь? Ну теперь пол короб разобрать, заново все затрамбовать и подвинуть ее там, где целик, ненасыпное. Сдвинуть озеро дальше. Ну Коля забили и дожди пошли. Два дня дождичные. А кто вам привозил туда сено или кто? Игорь привозил? Две, сами, сами, в мешки. На чем вы Коли-то привозили? А Коли там нарубили прям. По колодам бы. А какой толщины они были? Толстые. А где там на месте? Это пручи. Это кусты. А там это сваи вот такого вот размера. Да нет, такие. Вот такие только. Ну это он пилу брал с собой? Ну. Это значит кусты. На Рыжковском, да? Ну примерно так. А были такие, чтобы землю втыкали где-то? Да Владимир сам там. А я замазывал глиной. А что замазывал? Ну замазывал сверху, чтобы... Замазывал или... Думали солнце будет, а дожди, дожди пошли. Замазывал эти, которые в поле? Ну сверху, глина вверху. Не замазывал, а уплотнял. Почему замазывал вот? Сверху. Зачем? Ну это значит... Ну от солнца. Много времени надо. А дожди, дожди пошли как-то. Пилить надо заострять, забивать, а он помазал. Рукой мазнул все. А что там от солнца? Ну я первый раз так и всуну. Ну Владимир сказал, говорит, замазывай. Это деревья спиливают, чтобы сок не теплый. Достижение то, что ты живой вернулся. До дома у тебя здесь нормально, да? Клещи заели. Где там? Ну. А сколько поймал? Да я уж со счета сбился. Домой приехал. Мы же это, в три часа оттуда. На поезде. Ну, ну. В три часа ночи. Ну. Ну а клещей сколько ты поймал? Ну два, я их прокараулил. Два заели? Такие вот наелись. Ну это один он был. Снял вот этот. И с одного два-то не сделаешь. Два клеща заели. А треть, так я до этого, наверное, десяток снял. Ты посмотрел бы на шарики сколько. Как в розе винограда висят. Ну главное, живой, Вася, и дом целый. А ты ведь не хотел ехать сначала-то. Я тебя уговариваю. Отначал. Прям ультиматум уже ставить пришлось. Ну ладно тогда. Поехали. Воду-то остановили, самое главное, нет? А? Воду не остановили, чтобы утекать? Нет. Они об этом даже не думают. А они не эти, как миллиораторы назвать. Все, давай молиться. Отпусти нас. А Никита, где вообще? Куда он делся? Аминь. Аминь. И чистая дерева, радуйся. И пахи, реку радуйся. Твой сын воскресе в тредневе над гробом. И мертвые возвы, новые люди, веселитесь. Святись, святись, Новый Иерусалим. Слава Богу Господня на тебе, Субтитры создавал DimaTorzok Отец наш небесный, великая тебе благодарность за этот воскресный день, за дивное общение с друзьями, с тобою. Помоги нам все слышанное исполнить, сохрани нас в святой православной вере, защити от нападенных и лисе, от всяких неприятелей. И Господи, воздай им добром и укажи им на страшный суд, когда за каждое слово придется отвечать. И в судный день не помяни их безумия, и нас благослови, искать Твоего благоволения, Твоего расположения к нам. Упокой в обителях небесных, новопреставленных Петра и Анастасию. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори, Господи, Господи, Владыка, слушай ты, да слышит раб Твой. Господи, помилуй по воле Твоей священника Владимира и Глеба. Тебе слава за все вовеки. Аминь. Помолитесь за меня за путешествующие, я завтра еду в Ишину. Что надо? Помолитесь за путешествующие, я в Ишину. На сохранителя Господь, помилуй. Я вот каждый раз прохожу и думаю, ну почему эти вишни срубили? Там столько вишен нарождалось. Да это когда нарождалось-то, вы что вспомнили? Вот это вот что ли? Да не было там ни вишни. Я сколько раз приходил, нет, нет. Они стоят мне прямо в створе, которая наружен наблюдение. Они в створе стояли. Сколько лет я ни одной ягодки не ел. Да нет, нет, это было когда еще только посадили в начале. Может быть, они такие стоят високи, а эти подкнили все. Прошлый год нигде еще не было, только у вас не было. Ну тут тоже не было. А позапрошлый год тьма была. Не знаю, мешали там, мешали. И в этом году бы они были. Они не мешали. Ходим маленько оставили. Что ты бегаешь опять уже? Все, уже побежала. Спасибо Христов за работу, Галерия.